Итак, уважаемые дамы и господа, меня зовут Олег Иловгудвин и мы продолжаем наши приемы мануальной терапии и мануального массажа, в данном случае так называемая скорая помощь, когда человеку не нужно делать массаж, но он торопится может быть, да, ко мне часто такие люди обращаются даже иногда вот в поезде или там на вокзале, аэропорте, в туалете даже иногда, где-то в концертном зале, вот и идут в концерт, да, я пошел в туалет, в туалет. Все это умеющее, делается достаточно быстро и без особого напряжения. Человек у нас Дмитрий молодой, да? У тебя что-нибудь конкретно беспокоит? Нет. Значит, это будет мануальная коррекция всех вот этих вот блоков, функциональных блоков, которые у нас в организме накапливаются в течение нашей жизни. Для этого мы работаем сейчас со спиной, поэтому ложимся животом вниз. Скатывайся вот сюда к ногам, сдвигайся, чтобы ноги. Ноги лежат на подушке. Для чего? Для того, чтобы, во-первых, был отток лимфы, да, а во-вторых, вот коленка не упиралась, вот коленка легко лежала. Поскольку мы делаем без массажа, да, то разогреваем достаточно быстро. Во-первых, специально не используем дырку в столе, потому что надо будет нам давить на череп, на шею, да, и нам эта дырка помешает. Быстро разогрев человек, но можно просто промассировав даже через ткань одежды, да, растерев там, размяв какие-то мышцы, а ты старайся еще больше расслабляться, расслабляйся. Если где-то будет тянуть или болезненно, ты говори. Вот, оперись головой в стол или души на руки. Ширяная мышца, ну, достаточно быстро он подается, сразу расслабляется. С помощью вибраций вот таких вот встряхиваний, трясок, постукиваний. Поколачиваний. Позвоночник, желательно обязательно постучать перед такими процедурами. То есть, в эти все постукивания, вибрации, как я говорил уже, да, они только на пользу. Ну, как мы стучим? Попробуешь? Способы стука, да. Во-первых, это просто открытая ладонь, да? Вот, шею тоже. Может, в принципе, сильнее, если человек терпит, может сильнее. Да, следующий способ, это делаем такую ладочку, да, вакуумно получается. У нас такой звук, как «бульк-бульк». Да, обе руки подключаются сразу. Следующий способ, обе руки подключаются сразу на обоими. Далее, кулачками, только не сильно зажимаем, как бы такой расслабленный кулашок. Вот, надо, чтобы кисть была такая хлесткая, достаточно. Да, 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 вот так вот. Я по кресткам пока пройдусь. Вот это метод восстановления человека. Потом можно чем еще прохлестать человека? Только это вот сделать... Ножницы. Ну, не ножницы. Я, честно говоря, не знаю, как это прямо называется. Трещотка. Трещотка. В общем, когда пальцы друг от друга бьются, да? Таким образом, опять же, расслабленные хлестки такие. Вот это, наверное, вот тут. Может даже по шейке так платить. По черепу. Сейчас, делай пока. Я еще принесу этот прибор. Таких, я выражал таких. У меня есть, или нет? А, вот один. Еще для этих целей очень хорошо пригодятся вот такие массажные веники из бамбука. Так называемый самураиский массаж. На тебе один. Научиться ему достаточно просто. Второй. Вот. Немножко неправильно бьешь. Ни в коем случае как кончиками забить. Надо бить вот с середины веника. Если хочешь, чтобы он был поплотнее, бери сверху вот так вот. Или пальцем зажимаю еще. Да? Да-да-да. Вот так вот. Ну давай пройдем сейчас по бокам. Могу вот сюда пасырим, чтобы данный трудно опозит все. Чтобы усилить отверстие, веники можно сцепить вот так друг с другом, да? И получается, да, совместно, да, серединку, серединку с этого вот сцепления постучиваем. Ну, я думаю, что человек, в главном случае, лежит у нас в своем одежде, ему не будет больно. И так же можно вот обратными сторонами постучать. Или вот так вот. Собственно, куда-то сцепляй. Вот. Отсцепляем ты готов. Ну, ты скажи, как-нибудь ты расплагался, согрелся и видишь? Тепло. Тепло пошло, да? Вот видишь, сразу пошло тепло. Так что у меня есть отдельный тренинг, называется «Методы перкуссии в массаже». Как можно использовать вот всякие такие средства, когда не надо там масляный массаж делать, да, вот долго разминать. Достаточно вот такие вот перкуссионные постукивания сделать. Иногда вибрации, а, кстати, вот чаши вибрационные, ну, многие уже про них знают, да? Сейчас их не буду демонстрировать, просто скажу, что за счет концентрических кругов, звук концентрический образуется, да, и проходит внутрь организма. Водействие даже на креточный уровень. На креточном уровне идет даже воздействие. Они даже действуют вне тела человека, то есть можно вокруг их проводить, дополнительно идет расслабление и души, и тела. Вот, ну, в данном случае просто демонстрация, да, поверьте. А, ты уже почувствовал, да? Вот. Этому просто посвящен у нас, дорогие дамы и господа. Не торопитесь все узнать сразу из одного видеоурока. Этому посвящена отдельная тема, это я буду еще рассказывать, показывать, обучать. А вообще, вот в Непале у нас есть учитель, тренер, к которому мы ездим уже третий-четвертый раз, уже как бы как на повышение квалификации. И, а у него там, ну, там, я не знаю, как это, типа как каратэ-данные какие-то, у него там вот десятый данный уже, черный пояс по этим чашам. Вплоть до того, что он излечивает уже раковых больных. Представляешь, он приезжает со всего мира в Непал, избавляясь от таких вот проблем серьезных. Так что, смешно-смешно, какие-то вот колотушки, да, вроде бы. Дмитрий, вот цепляет же, да? Ты почувствовал, да? Да, вроде бы, кажется, смешно, какие-то бабушкины, как от Бабы-Яги какие-то штучки такие, да, тазики с колотушками. А на самом деле эффект действительно потрясающий идет вообще на весь организм. Да, похоже, попробуем. И вот теперь будем считать, что человек готов к таким его действиям, да? Проверяем, давай руки спустим вниз со стола, голову на бок. Проверяем его функциональность позвоночника, где есть зажимы. Он очень показывал, да, диагностика с помощью рук. То есть, я буквально сразу сегмент проверил вот этот сегмент. Вот этот сегмент. Ну, вот одну руку раскачиваю. Вот, как не ходит? Ну, как не ходит? Вот, смотри. Раскачиваю, подожди, подожди, вот, и раскачиваю. Уже та свежка хорошо ходит, у него вообще все свободно. И вплата до дома приходит. Ну, давай попробуй своей рукой. Вот еще где у меня там зажимы? Не, асинхронно в разных сторонах вот так вот руки должны ходить. Вот, да? Да. Ага. Ну, перемещайся дальше. Ну, немножко вот здесь вот. А так, в основном, здоровый, молодой, красивый человек. И тем не менее, я люблю работать именно со здоровыми людьми, я вам скажу. Потому что, ну, во-первых, с ними приятнее работать. Они там по каждой ерунде не кричат, не жалуются, не стоимо, да? Но, тем не менее, это тоже им нужно. Все эти методы нужны даже детям, даже здоровым людям, даже спортсменам. Потому что все равно у вас накапливается в жизни. И компрессия, и компрессивное сжатие, и функциональные всякие нагрузки. Вот, смотри. Теперь упираемся в эту косточку. Ремень чесно берет. Конечно, не мешает. Ну, ладно. Давай, да, ремень снимем. Хотя он нам еще пригодится. Вот. Доходим, ну, прямо растясли, сразу почувствуем, да? Ну, конечно, что бы это делать. Раз, и закрепили руку на вот этой гребне подвозженных костей, где она выступает, да? А вторую на пользу положено плечо. И давай выдыхай. Стараясь не напрягаться. Вот. То есть, что мы делаем? Мы раскручиваем тело по спирали, да? В данном случае мы разжимаем ребра. Реберно-позвоночное сочинение. То есть, я упираюсь именно в ребра и в ту сторону давлю. Ну, буквально сколько раз получилось? Раз, два, три, четыре. Четыре места, да? На пояснице не надо. Да, 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 в другую сторону ставь. Нет, параллельно, параллельно идей. Пишут по управленным рукам, да. А это? А это немножко назад. Назад оценивай, чтобы расценивался позвоночник. И вот так, да. Так, да. Так, тебе почти единственное ощущение, что-то таком. Например, да. Похоже, да. Потом смещаемся, да? И в тысячу, да. Там даже не два раза делался, а это достаточно раз. Ну, вот, например, нашел место, да? Да. Раскачал сначала, а потом несколько нажать. Я уже припольнялся на носочках, всем весом навалился. Значит, будет работать на весь. Раскачал, да. Перед напряженным состоянием. И... На выдохе. Ну, сейчас, что у нас здесь, да? Ну, не страшно? В данном случае наш пациент, подопечный, делает это впервые, поэтому... Здоровый, Костя, да, наверное, полностью. Это я бы это все почувствовал несколько раз. Не ломался. Вот, уперлись, да? Да. Но я упираю, чтобы было удобно, на самом деле, вот так руку выворачиваю в обратную сторону. Да, действительно так лучше. Как удобнее будет, да. А вес здесь, да? Да, вес туда, даешь на эту сторону. Ага. И, кстати, еще раз нюанс. Сейчас мы сделали... Выглядит это одинаково. Смотри, вот я взял все тут, да? А давил сейчас вот на эту руку. Раз, два, три. А теперь я хочу, чтобы воздействие было, наоборот, на таз. Чуть-чуть перемещаюсь, да, ближе к этой руке. Это фиксирует, а двигается больше вот это, да? Тазовые кости. Тогда как раз L1, L5, позвонки, вот эти. И как мы воздействуем? На поясничный отдел, это скручивание. На грудной отдел, это вот 12 позвонков, достаточно большой отдел, да? Это продавливание туда. И шейный отдел, где лордоз, то есть два места где лордоза. Лордоз нас, да? Плосничный и шейный. Опять скручивание. Вот. Но при этом скручивание лучше делать с растяжением, то есть одновременно. Кашку банки, да? Да, 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 да. Поэтому сразу же готовим, вот таким сделаем. Ослабайся. Ослабайся. Да, да, да. В одежде даже лучше. Ну, если у вас человек пациент остался в масле после массажа, да? Желательно, вообще, конечно, перед этим сделать уже 30-40 массаж. Руки прямые практически. Прямые, да, да, да. Да, да, да. Просто удовольствием до этого в дальнейшем состоянии. Переходим к грудному отделу. Опять же, желательно лишний раз постучать будет неплохо. Вот так вы положили руку, да? Чтобы не стучать прям по позвонкам. Мы делаем подушечку и стучим по своим пальчикам. По своим смысл ладони, а пальцами вот передними стараюсь упереться в верхнем позвонок, да? То есть, как бы я вверх их додекомпрессии пробиваю. И еще раз, да, вот вверх. Попробуй. Ну, вот так. Ну, тебе, наверное, удобнее вот эту руку стучать, да? А подушку делаю? Подушку делаю? Нет, прям пациент подушку. На позвоночнику. Да, на позвоночнику мы обходим. На позвоночнику мы обходим. Не обходим. Нет, не обходим. Вот тут ассисты идут вокруг в ладони, а пальцами мы упираемся в них в следующем. Похоже, идем, да? Да не похоже, прям в него упираемся в следующем позвонок. То есть мы как бы позвонки чуть в межностисти. Прямо, прямо в них, да, да. И вот так, да? Да, 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 да. Правильное движение. А сверху рука? Да, 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 да. То есть таким движением, поступательным, идем вперед. Идем, хватит до седьмого, да? Да, да, хватит. То есть мы практически до стуча, века нашего движения был в тело человека вот так вот, через него в столбе церковь. А, кажется, этот стучит? Нет, это так можно поставить позвонок, то есть есть такой прием. Нормально все, да? Все нормально. Да. Ну, кстати, диагностику может чуть даже не раздеваясь человека, да? Вот прощупываю, все на месте. То, что ты спрашиваешь, это... У меня кто-то сказал запрещенный прием. Видел? Нет, просто... Там был какой-то, как лучше руку ставить. Из Якутипольского приезжал человеком, он вообще взял вот так вот, он стоит, находит позвонок, который выпирает, да? И прям по нему... Это буря. Прям носит и позвонок, позвонок, да, и так он живет. Ну, у меня были такие клиенты, так, когда вот именно вылетает позвонок, именно так можно в это поставить. Но тут надо понимать, под каким углом бить, чтобы сломать. То есть надо бить именно углу, вот так вертикально. Ну, что если под углом дальше, может, интересно, что это. Так, и теперь... Да, это можно делать... А здесь, может быть, таким способом. Вот нет определенного... Между чем, ничем? Есть, смотри, на поясницу... Ну, ты видишь, где прямо начинается горд, да, спиной. Где-то вот здесь, да? Вот с этого места и начинай. Декомпрессировать вверх, и при этом чуть раздвигаю это в бок. Опять то, что вы делаете? Ну, не совсем. Там получается резкое движение, я покажу на камень. Вот так вот. Ну, качкообразно. Качаем, качаем, как будто... Дальше мы стучим, да. Умей, че, это может сделать и кулаками так же. Точно так же вверх. Так же вперед и вниз. Вперед и вниз такой. нет вот смотри разница в чем ты сделал плашмя вдоль тела она чуть вниз нижнюю часть вверх подается и стороны еще и самая нагрузка до получать здесь на мизинец да то есть у нас что происходит проблема как бы нижний позвонок подталкиваем верхней поэтому в этом случае если будет хруст да будет хрустить не одном месте сразу два три то есть вот такого просто такого нет просто ставят кулаки так понял надо картинка это тоже на выдохе прочь не сесть да ты просто чувствуешь шлистом мы не будем постоянно становиться там будут до плана договорились вот нет лучше с раздвиганием потому что так и дополнительно ты мышцы расслабляешь успеваешь мышцы расслабиться буквально до секунд чтобы позвонки вышли ну вот смотри если кстати твоего веса не хватает можно залезть на стол и вот всем весом дать вот опять же смотри я с плечей начинаю видишь весь смотри как я не трогаю нет я понял я веду сам вот это вот каждого подвеса естественно как стали руки так встали ну да сами ну там или достичь например в этот момент больше нет данном случае не принципиально поэтому это называется коррекция это не конкретно вправку по зону к еще раз можно чем до сюда дайте ты хочешь попробовать сверху фиге отсюда смотреть сделала сюда вообще рекомендую безопаснее безопаснее делать вот этим подушечками ты вот ладони вместе поставил да ты знаешь ниже ничего